Старство Божье Старство Божье Старство Божье Они обеспокоены Они озабочены Вы помните это местописание, где Иисус говорит Не заботьтесь ни о чем И слово забота там не стоит в смысле Ну Вот заботиться Служить, любить Заботиться там стоит слово беспокоиться Не нервничать ни о чем Как много лет я уже говорю на эту тему Но эта тема до сих пор актуальна Многие люди не знают, как себя вести по отношению к обстоятельствам Страх Беспокойство Озабоченность Нервное расстройство Нервные срывы Перенапряжение Трясущиеся руки Трясущиеся губы Ну сколько можно уже ждать Я смотрю вот это Снова и снова возникает Беспокойство о жизни Беспокойство о будущем Страх Вы помните В Евреям 2 глава написано Что дьявол контролирует мир этот Средством страха Он управляет этим миром страхом Беспокойся Бойся Ты должен бояться Вот это состояние Все новости Все СМИ Они ориентируют на беспокойство И смотришь на какого-то человека И он весь мучается Он ищет Почему, 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 почему Это возникло Наверное я что-то сказала Вот тогда И поэтому сегодня У меня это И вот это И вот эти связи Я наверное должна вот это А может быть это не должна А может быть это А что мне будет Если это будет Я многим говорю Расслабься Просто расслабься Бог тебя любит От того что ты сидишь И нервничаешь Ничего не изменится Нет изменится Ты Ты умрешь немножко Кусочек жизни ты свой убьешь Потому что любой страх Он убивает кусок жизни Ты так Конец приближаешь Не беспокойся Не нервничай Не бойся Вот первые слова Которые ангелы приходили Они говорили Не бойся Первое Не бойся Не бойся Не бойся Первое Когда Господь обращается Не бойся Только веруй Не бойся Ну надо же Я же здесь на земле Ты на земле еще радуйся Аминь Аминь сестра Беспокойство Оно Ну как же Так же будет Что же будет Все будет хорошо А если будет плохо Значит потом будет хорошо Если ты муравей И ползешь по зебре Всегда ползи Я в черной полосе Ползи Поперек Будет белая полоса А я опять черный Ползи дальше Если ты на шахматной доске После черной клетки Всегда наступает белая клетка Ползи Быстрее Если ты в черной клетке Кто нибудь аминь кинет Аминь А что будет если будет А ты попробуй перепрыгнуть Даже пешка Первый ход Может перепрыгнуть Черную клетку А если ты конь Ты вообще можешь углом прыгать А если ты слон Тогда ты вообще летать можешь Не беспокойся Вот эта атмосфера Беспокойства Ну а как же это будет А как же это А я не успеваю Не успел Аллилуйя Ты не успел Ну я же не успел Ты не успел От того что ты тебе сидишь Вот так делаешь Успевание Успеваемость Не повысится Мы со мной драгоценные Я опоздала Опоздала Постой спокойно Через 10 минут Следующий автобус придет А если не придет Тогда потом Через 20 минут придет А если вообще не придет Такси возьмешь А если такси остановится Сломается Тогда снова выйдешь Снова пычком пойдешь Ну просто Займи эту позицию Проходя Долину плача Проходя Не беспокойся Зачем Убивать самих себя Страх Беспокойство Нервное напряжение Вот это состояние Ну убивает человека Убивает твою мечту Ты перестаешь думать О будущем Ты думаешь Вот это А еще хуже Когда ты начинаешь Беспокоиться О том что еще не наступило Он говорит Не беспокойтесь О том что еще не наступило О завтрашнем дне Вместе скажем Не беспокойся А завтрашнем У тебя достаточно Иисус говорит Беспокойств На этот день У тебя хватает Проблем сегодня У вас было такое Ты всю неделю тресся По нос И все остальное А потом наступило И все так раз Легко решилось Беспокойство Не помогает Изменить ничего Видение Божьей руки Божьего Божьего направления Конечно Когда что-то случилось Нужно предпринять действия И реагировать Моментально Нужно моментально Бежать И что-то делать И нужно Моментально исправить Но если ты сидишь И думаешь А что будет А что будет А что будет Да будет все классно Ты же человек Божий Да Ты же помазанник Божий Будет все классно Садись Планируй классную жизнь А если я застарюсь Ты застаришься И слава Богу А если я умру Конечно все умрем Наконец-то Ты понял откровение Не нервничай Все умрут Вы это знаете Или для кого-то Молодежь Там понятно О чем я говорю Да Вы еще не знаете О том что умрем Ничего Это вы все еще На горку забираете Когда покатится вниз Тогда увидите там конец Беспокойство Но я хочу Чтобы все было классно А что такое классно Я хочу жить Как в царстве Божьем Для многих людей Жизнь в царстве Божьем Это как будто бы Вот у меня еды валом Я конечно Мои родители Пережили войну Все пережили войну Я помню с детства Дедушка и мама И все говорили Кушай сынок Война была Вы поняли Почему я такой Я кушал Потому что война Нас Нас закармливали Война была Сынок Война была Кушай Война была И вот здесь Очень важный момент Вдруг Все время ждали Вдруг война будет Кушай Вот какое отношение Война-то была А теперь нету Чего вы меня мучите Но мы во время войны Хотели кушать А нечего было Да, но сейчас-то не война Зачем мне такой характер Иметь Как будто сейчас война Многие люди Живут Будто сейчас Война идет И кушают И все Войны нет Аллилуйя Нету напряжения Божья милость Благословение Мир И слава Божья Вот это беспокойство Вспомните Как пророк Стоит со своим учеником На горе На стене И там Десять тысяч солдат Пришли их убить Я понимаю Есть причина Для беспокойства Пришел ученик У него нервный срыв Истерика Он трясется Его Как это сейчас называется Колбасит Вот так Пророк говорит Что случилось Он говорит Как? Что случилось Есть какая-то причина Он говорит Десять тысяч причин Вот с такими мордами Как? Что случилось? Убьют нас И там просто В Библии написано Он сказал Хана Увы Все Он уже раз Себя трупом увидел Идет Все уже Трясется весь Пророк положил руку Говорит Господи Открой ему глаза Вы знаете В этот момент Он видит Легионы ангелов божьих Он видит Огненную колесницу Он видит Войско Господа Херувимов Которые с мечами Стоят Знаете Пришло трезвление Он перестал трястись Смотрит Там снизу Эти десять тысяч Солдат стоят Ему так стало Их жалко Он говорит Ребят Че приперлись Мы тут молимся С пророком Че вам надо Расслабьтесь Вот скажите Что изменилось Вот в физическом мире Что-нибудь изменилось Ну минуту назад же Он умирал Через минуту Он уже кричит Че приперлись Что изменилось Иной взгляд Он по-другому Посмотрел на жизнь Он посмотрел Глазами неба А не глазами смерти Многие смотрят На все Глазами смерти Глазами ужаса Они смотрят новости Глазами смерти А нужно смотреть Глазами неба Они говорят Ужас Ужас Цунами Катастрофа Землетрясение Что И А если глазами неба Сказано в Писании Что будут слухи Народ на народ Землетрясение Бедствие Пагуба Было сказано И это что Знамение Пришествие кого Глазами неба Смотрим И говорим Господь грядет Один вулкан Зарвался Весь мир встал Самолеты не летают Страх Страхом Люди контролируются Как побеждать это Где Где иметь Вот внутреннюю стабильность Иисус В Писании Говорит Царство Божие Это открывается нам Библией Царство Божие Это не еда Некоторые думают Если будет еды валом Одежда будет Это небо Нет Царство Божие Давайте откроем Это место из Библии Это потрясающее место Римлянам 14 глава Царство Божие Это не пища И питье Но это Три вещи Праведность Мир И радость Во Святом Духе Давайте все вместе скажем Праведность Радость Мир И мир Три вещи Праведность Радость Мир Я думаю Я думаю Нужно подчеркнуть Вам обвести Три вещи Интересно В смысле Некоторые думают Царство Божие Это бабло Ну в смысле Деньги Здоровье И еда Хавка Молодежь Хавка говорит Хавчик Вот три вещи А он говорит Праведность Радость И мир Мы столько Видим людей Которые сегодня Не имеют вообще Никакого мира В сердце Просто Не имеют покоя Они Озабочены Чем-то Настолько Что они перестают Здраво мыслить Человек Находящийся В страхе Он парализован Он ограничен Он Он не может Разумного движения Принять Когда Этот ученик Пророка Смотрел на армию Он не Он парализовался Он схватился За ногу пророка И кричал Увы нам Конец нам Когда он увидел Лицо Божье Когда он увидел Ангелов Когда он увидел Войско Он увидел Глазами Бога И к нему пришло Дерзновение И смелость Какими Какими Глазами мы смотрим На Вот что есть Царство Божье Первое состояние Праведность Давайте все скажем Праведность Это твои отношения С Богом Это ходить в чистоте В святости Это быть Оправданным Это быть чистым Это находиться В присутствии Божьем Это получить Прощение И ходить Прощение Ходить в чистоте Но два других Вот это удивительно Это и есть Царство Божие Вы хотите Находиться В Божьем Царстве? Писание говорит Царство Божие Внутри вас есть Теперь слушайте Я хочу Чтоб Его Царство Было В моей жизни Многие христиане Отрезали Сказали Нужно быть праведным Господи, прости, Господи, прости Господи, прости Аминь Хорошо, ты прощен Но боишься Что будет Что будет Что будет Господи, Господи Господи Теперь Смотрите Царство Божие Первая ступень Получить прощение А второе Вдруг случается Вот эта Радость Потерянная радость В Царстве Божьем Ты хочешь Царство Божие Я хочу Я мечтаю Драгоценную Мы все нуждаемся В Царстве Божьем И сразу же После Праведности Включается Радость Когда пришла Она говорит Мне женщина Я беспокоен Я говорю Радуйся Чему? Просто Она говорит Ну это на сумасшествие Похоже Когда нет Причины Радоваться Смех Без причины Признак Не очень разумного Человека Радуйся Чему? Просто Это Божье Царство Мы вспоминаем Все места Писания Всегда За все Непрестанно Радость Да Ваша Будет Убогенькая Господи Не дай каплю Радости Убогенькой Так Немножко Чтоб Похихикать Вечером Скажем Вместе Совершенная Радость Совершенная Мне так нравится Когда мой сын И Сергей Зекин Конспектируют Мы все Что я говорю Я удивляюсь Они пишут Совершенная Радость Вообще Радость Совершенная Когда Когда ты Ты не просто От счастья Ты не просто Кусочком Совершенная Вау Не Не Ну да господи Отвали Я хоть На чуть-чуть Согласен Нет Мне нужна Совершенная Радость Это и есть Старство Божие Если хотите Попасть в Старство Небесное То вначале Должно у вас Попасть Старство Божие Которое Внутри вас Совершенная Радость Совершенная Радость Когда мы Смотрим Друг на друга Совершенная Радость Когда мы Смотрим На свою Землю Совершенная Радость Когда мы смотрим на дела Божие. Совершенная радость, когда мы смотрим на кончину нашу, на смерть нашу. Совершенная радость. Не ужас перед смертью, совершенная радость. Вот эта позиция, я прохожу жизнь, всегда радуюсь. Да, я иногда гневаюсь, но сразу же включаю радость. Нигде не сказано, всегда гневайтесь. Некоторые христиане, у них места Писания сбились, всегда гневайтесь. Будьте недовольны. Всегда! Фух! Это серьезное заявление. Всегда радоваться. Боже, ну можно всегда, ну просто молчать. Нет, радоваться. Царство Божие, праведность, радость. Позиция. А нужна? Мне нужна причина для радости. Нет. Это Царство Божие, когда внутри тебя ты обнаруживаешь внутреннюю причину радоваться. Заставляй себя, идешь по улице, улыбайся. Посмотрите вокруг. Когда, у меня когда машины не было, я счастливый человек был. Я ходил по улицам. Теперь есть машина, я улыбаюсь все время. Меня кто-нибудь подрезает? Будь благословен. Всегда радуйся. Вот это люди ходят недовольны, обижены, загружены. идешь по улице, просто выйди на одну остановку раньше, пройди по улице. Зачем? Озарять этот город светом своей радости. Люди иногда думают, ты больной, а иногда думают... Один пришел, все это говорит, вы ненормальные. Собрались все вместе, руки поднимают, песенки поют. Потом выходит пастор, кричит, давай, давай, вы даете деньги свои, а потом радуетесь. Говорит, плакать надо. Отдали деньги, радуется. Но здесь, здесь другая позиция, мы радуемся, радуемся тому, что у нас есть связь с небом. Радуемся тому, что... Мы просто радуемся, потому что Господь с нами. Вспоминаем плод духа. Любовь, радость. За любовью всегда следует радость. Человек, который по-настоящему любит, радуется. Человек, который не по-настоящему любит, он не может радоваться. Ему нужно увеселять. Веселите меня, веселите. Дайте юмористов, включите мне несколько передач. Смешите меня, смешите. Смотришь, иногда вот эти юмористические передачи, люди сидят... Они пытаются сымитировать радость. Когда ты вечером лежишь, тебе... Ты радуешься. Чему радоваться? Не нужна причина для радости. Это состояние сердца. Это царство Божие. Вы улавливаете, чем я говорю, да? Если ты ищешь причину для радости, у тебя несовершенная радость, искусственная радость. Совершенная радость, она не ищет причину. Это просто состояние жизни. Радость. Мне всегда... Чего ты улыбишься? Чего ты улыбишься? Я говорю, это радость совершенная. У меня нерв радости защемило в детстве, когда упал я. И я вот просто запускаю. Это состояние сердца. Состояние духа. Состояние твоей жизни. Третья субстанция царства Божьего. Еще раз. Хочешь в небесное попасть в царство, пускай царство Божье попадет внутрь тебя. Мир. Мир это совершенная гармония. Это покой. Это не дебилизм. Что воля, что неволя. Мир Божий, аллилуйя. Все одно. Мир это когда в сердце порядок. Из-за чего? У тебя есть Бог. У тебя есть власть. У тебя есть милость Божья. И в твоем сердце мир. Мир это это состояние покоя. Я не могу спать уже несколько ночей. Серьезно. А возлюбленному своему он дает сон. А мы ходим. Теперь. Вот если ты любим, у тебя есть сон. Потому что есть мир. Если ты теряешь мир, первое, что пропадает, сон. Ты перестаешь спать нормально. Ты не можешь уснуть. Голова. Компьютер включен. Работает, работает, работает. Ты прокручиваешь варианты. Ты прокручиваешь что-нибудь. Ты пугаешься. Ты страшишься. Ты обдумываешь, кто что сказал. Кому что сказать. А вот он мне сказал. Я ему скажу. Расслабься. Мир Божий, который превыше. Чего? Какого? Всех. Умов вместе взятых. Он превыше. Любой. Концепции, философии, трепла. Люди говорят. Они говорят слова, а у них беспокойство. Знаете, как тот анекдот лежит. Один еврей не спит. Жена говорит, что мучаешься? Он говорит, не знает, чем долг отдавать Исааку. Он говорит, не мучайся. Он говорит, да не могу уснуть. Я же долг должен отдать. Я не могу. Я все время думаю об этом. Она встает, звонит. Исаак, алло, это ты? Да. Спишь? Да. Так вот, мой муж тебе долг не вернет. Все. Он говорит, что ты сделала? Она говорит, теперь спи спокойно, он спать не будет. У людей вот это обдумывание, обдумывание. Компьютер работает, сна нету. А сна нету, значит день плохой, значит еще хуже. А день плохой, тебе вообще плохо. Опять ты думаешь, что ты ничего не сделал, потому что день плохой был. И тебе все хуже и хуже. Вот это компьютер, мир Божий, он превыше всякого ума. Не полагайся, в притчах Соломон, богатейший человек, богатейший человек сказал, не полагайся, в твоих путях ищи Господа, сердцем положись на Бога твоего. Не пытайся анализировать все, не получится. А как это будет? Не знаю, как будет просто Господь, милующий. Я раньше, когда в тур ехал, я все, в каком городе, кто будет, кто меня встречает, кто меня везет, кто, куда, сколько людей будет. И чем больше я беспокоился, тем хуже все было. Потому что все думали, что Максим об этом позаботится, и он все сделает. В этот раз я сказал, ничего не знаю, просто прилетаю. Лариса мне говорит, кто встречает? Я говорю, не знаю. Куда едем? Не знаю. Кто везет? Я надеюсь, что кто-то организовал. Потому что ребята знали, я не беспокоился, они должны все сделать. А если не сделают, посмотрим, будем сами делать. Знаете, как никогда. Я вдруг увидел, когда я перестал беспокоиться, кто-то другой загрузился этой темой. Это беспокойство просто перебежала. И все организовали шикарно. Я думаю, вау, как классно. Я говорю, мне понравилось. Состояние не беспокоиться. Ну, мне сказали, ну, сказали. Плюнули, сотри. Ударили, подставь другую. Мне зуб выбили, вставим. Нет денег, тогда не вставим. Ну, что, что еще? Ты жить начинаешь, что ты мучаешь себя? Зачем ты отравляешь свою жизнь беспокойством? Давайте так скажем. Беспокойство – это яд. Запомните на все же, это яд, который вас отравляет. Если вы внутри себя вырабатываете яд, как змея подколодная, знаешь, яд, сидит и собирает яд, ты сам себя отравляешь. Зачем? А потом твое беспокойство начинает распространяться на других, на других, на других, на других, на других, и оно идет. Знаете, я конспекты своей проповеди даю секретарю на флешке распечатать, и она вставляет компьютер, начинает, и вдруг она мне говорит, ой, а что-то документы не открываются. И я чувствую, как вот это беспокойство с нее, так-так-так-так-так-так-так-так-так. Я говорю, так, всегда открывалась, найди другой компьютер, чтобы открылась. И я беспокойствую. Мне говорят, Максим, микрофон этот не работает, кто-то что-то сжег. А потом оказалось, жгли какую-то штуку, которая у прославления есть, а у меня нет, они сказали, лишь бы у прославления было, у тебя не будет. Я сказал, все нормально. Звоню, Сергей Борисович, так-так-так-так-так-так-так-так-так. Сергей Борис пошел, как? О, все, микрофон есть. Думаю, как важно отправлять беспокойство от себя подальше. Запускать беспокойство. Вот этих всех тараканов я разгоняю вообще конкретно. Они приходят к нам постоянно. Мысли. Они мучают нас, они терзают наши души. Мы теряем сон, здоровье, жизнь. Самая драгоценная жизнь. Царство Божие — это праведность, радость и мир. Если ты беспокоишься, кто меня замуж возьмет, кто меня тараканов. У тебя уже там не один таракан, а уже 10 тараканов. Возьму тебя замуж, расслабься. Расслабься. Ходи с настроением, что тебя уже берут замуж. Тогда точно кто-нибудь возьмет. Вы улавливаете, чем я говорю? Беспокойство. Возьмут меня, не на работу не возьмут. Возьмут. Я на смеседование пошла. Я пошла на смеседование. Ой, молитесь, все, молитесь, все, молитесь. Ой, Господи, Господи, Господи. Вы, это вы, да. А сами, голова, чтобы сказать, чтобы сказать. Расслабься. Будь человеком. А вдруг не возьмут. Слава Богу. На коне. Зачем тебе там быть? Если не возьмут, значит не твое. Расслабься. Твое от тебя не уйдет. У вас было такое? Вы продавали что-то? Или покупали что-то? Это всегда действует. Всегда. При покупке и продаже всегда есть кто-то на коне, а кто-то конем работает. Всегда. Вот в любой ситуации. И когда, когда ты покупаешь, например, дом или квартиру или еще что-то, ты приходишь, смотришь квартиру. Ты говоришь, ой, фу, 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 какая гадость. И говорят, а сколько стоит? И тебе говорят, стоит столько-то. И говорят, знаете, к нам уже двое человек еще сегодня приходили, и они уже готовы покупать. Так что вы быстрее думайте. И в этот момент у 99% срабатывает. Кто-то передит меня, кто-то передит меня, кто-то передит меня. Господи, Господи, Господи. Знаете, что я в этом деле говорю? Серьезно, уже пришли? Ладно, я тогда пошел. Зачем я здесь ходить буду? Они говорят, ну, а вы говорите, вас уже покупают? Я говорю, давайте так, если не покупают, звоните мне. Я тогда приду и посмотрю, буду ли я брать или нет. И вот это настроение. Один человек недавно брал дом и пришел. И там дом классный, все классно, цена вот такая. И он пришел, и тот говорит ему, знаешь, тут еще ходили ребята, тут еще какие-то курды хотели взять, еще кто-то. Так что ты быстрее решайся, ты мне нравишься, давай, бери. А этот человек тянул и думал, брать не брать, брать не брать, брать не брать. И сам думал, я говорю, расслабься, все нормально. Прошло время. Потом тот человек снова звонит, ну что, брать будешь? Да, я не знаю. Ну, я скидку дам. И мой друг сел на коня. Я говорю, все нормально, гони дальше. Проходит время. Я говорю, не торопись. Прошло время. Цена упала, потом еще упала, потом еще упала. В общей сложности тысяч, наверное, на 20 долларов упала цена. Почему? Тот беспокоился. Возьмет, не возьмет, возьмет, не возьмет. Надо цену скинуть, надо цену скинуть, надо цену скинуть. Ну, ты брать будешь? Ну, я скину еще. Приходи, поговорим. Вы улавливаете, чем я говорю? С чьей стороны беспокойство? Многие люди всю жизнь под страхом беспокойств живут. И делают глупости, 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 глупости. Мир Божий, который превыше вашего ума. Что он сделает? Он соблюдет сердца ваши, ваши мысли, вашу внутренность. Гармония, мир Божий. Мне нужен мир Божий. А вдруг меня кинут? Ну, кинут, поднимешься. Если тебя кинули через бедро, беги. Если тебя кинули через плечо, ну, если можешь встать, вставай и беги. Ну, не кидайся. Это жизненная позиция. Что бы ни случилось, Господь со мною. Он ведет меня путями своими. Аллилуйя. Драгоценные, я хочу вам рассказать одно откровение, которое пришло ко мне недавно. Я бы хотел, чтобы вы его уловили. Можно мне доску? Доска у нас готова? Да, принесите, пожалуйста, доску. Давайте откроем все Евангелие. Я бы хотел вам расчленить одну притчу, которую Господь мне показал. Это самая главная притча в Библии. Давайте откроем Евангелие от Марка, 4 глава. Евангелие от Марка, 4 глава. И будем читать с 13 стиха. Вы помните притчу о сеятеле? Вышел сеятель сеять семя. И одно семя упало на дорогу. При дороге, в общем. И это семя прилетели вороны и склевали. Второе семя упало в каменистую почву. И стало прорастать, но не проросло, потому что было мало земли. Третье семя упало в сорняковую почву. И сорняки выросли. Оно тоже вроде начало расти, но они заглушили его. И четвертое семя попало в добрую почву. Все скажем, добрая почва. И эта почва принесла плод в 30, 60, 100 крат. Вы знаете, я много лет учил, читал всяких книжек. Такое немножко еретическое учение, что 30, 60, 100 крат это деньги. Вот успех, благословение. Вы, наверное, слышали, да? Вот такие интересные заявления о Монзине и всех остальных, что это деньги, деньги, вот так все будет классно, пруха пойдет, гигантские проценты. А там ничего про деньги не сказано вообще. Ну, это такая подтасовка. Иногда пастору нужно местописание, он вырывает местописание и засунует свое учение о финансовом процветании. Здесь про деньги не сказано. Аминькнул один человек, все остальные подумали. Это не каверзный вопрос, это факт. В этой притче не сказано про деньги. Все сказали? Про деньги. О чем здесь говорится? Иисус сказал, мы читаем с 13 стиха, говорит, если вы этого не понимаете, вообще, что вы понять можете? Если ты вот это не соображаешь, как вам понять вообще все притчи? И дальше он разъясняет. Я бы так сказал. Будучи пастором много лет, я недавно перечитал ее совершенно по-другому. Другим образом прочитал ее и увидел совершенно другую картину. Он говорит, сеятель, слово сеет. То есть проповедник. Проповедник проповедует Божье Слово. И четыре почвы. Дальше он говорит, посеянно при дороге означается, из которых сеется слово, на котором, когда услышат, приходит сатана и похищает слово. Я бы хотел нарисовать четыре почвы. Раньше я думал, что четыре почвы это сердца наши. Ничего подобного. Видите, какой я художник хороший? Это называется абстракционизм. Я так постараюсь, вот так сделать. Это Сергей Заикин. Иван Крюков. Иван Крюков. Ну, и четвертая почва. Ну, здесь я еще вот эти забыл нарисовать. Четыре почвы. Сеется слово. Я говорю, это сердце наше. Вот в сердце камешки, в сердце там сорняки и все остальное. Возможно. Я не знаю. Но у меня складывается такое впечатление, что это не имеет отношения к сердцу. Когда сеется слово? Первая почва. Это люди, которые приняли. Вот сейчас вы слушаете проповедь. Я вижу, вот там несколько человек сидит, такие. Это вот они. Я часы им на руке еще должен нарисовать. То есть у них часы это акцент. Сколько можно слушать это все? Это вот когда у человека ничего не проходит даже в череп. Он отказывается слушать. Его привели, он просто отказывается. Зачем мне это надо? Не хочу, не грузите. У меня своих проблем хватает. Головная боль и все остальное. Это люди, которым, когда слово попадает, вот сюда семечко попадает, сразу же прилетает черный ворон. Он сразу же прилетает ворона. И она такая истребитель такой. И она сразу же доцеливается на семечко. Она сразу же хочет склевать. Это демоны. Это бесы. Я более чем уверен, что когда мы молимся, говорим здесь, проповедуем, в уши дьявол многим людям вкладывает слова. Да ерунда все это. Не слушай. Зачем тебе это надо? Ты здесь еще лошарик какой-то, приперся. Иди отсюда. Тебе плохо. А некоторые говорят, мне тошнит в церкви начинать. Серьезно. А голоса вы не слышите? Нет еще. Обычно, когда среди верующих оказывается какой-то демонический человек, или у которого вороны в голове живут, у того и тошнит, и плохо, и ему голова кружится, и сразу же что-то с ним случается. Вы такое переживали когда-нибудь, да? Нет? Слава Богу. Но есть люди, которые переживали это. Это первая категория. Мы про них не говорим. Вторая категория. Иисус говорит, когда они слушают, у них почва каменистая. Они с радостью принимают семена. Это не Сергей Заикин. Вы, конечно же, понимаете. Это шутка была. И там в голове водятся камешки. Я думаю, что это речь идет о голове. И камешки не дают прорастать почвы. Не хватает. Недостаточно. Помните, Писание сказано, твердыни в голове, восстающие против познания. Эти камешки твердыни. Ложные убеждения. Ложные концепции. Но я потом приду сюда. Следующая почва. Они тоже с радостью принимают. Они радуются. У них все классно. И они принимают. И у них начинает идти прорастание семян. Все классно пошло. Но! Вы помните, о чем нам сказано? Начинают расти сорняки. Начинают параллельно расти лопухи. Начинают расти лопухи, которые в голове... Это обольщение богатства, деньги, сетевой маркетинг. Что еще? Сейчас я прочитаю. Заботы века сего. Обольщение богатством пожелания. Входя в них, заглушают слово. И оно бывает без плода. Треть, четвертая почва. Оно с радостью. Какое-то страшное лицо получилось. С радостью принимают. И здесь растет и увеличивается, и происходит умножение. Все скажут, умножение. Когда я вот размышлял, думаю, Господи, ну о чем речь идет? И вдруг я вспомнил. Я просто вспомнил. Вот картошку сеешь, что получаешь? Сеешь, я не знаю, лук. Иисус говорит, а это слово. Что должно выйти? Что такое плод? Я раньше думал, ну ладно, не деньги. Пусть спащенные души, измененный характер. Все по-другому. А потом я поставил, постой. О чем Иисус мечтал? Слово, чтобы получив слово, мы его приняли внутрь себя и умножили. Он говорит, кто будет пить воду мою, из чрева того потекут реки воды живой. Умножение. Выпил, пошло. Кто семя, слово получает, и из него выходит 30, 60, 100 крат. Я искренне верю, что я хорошая почва. Кто еще верит, что он хорошая почва? Сейчас проведем тест. Вы когда-нибудь проповедь в церкви слышали? Слышали? Кто из вас эту проповедь повторил хотя бы сто раз? Рассказал другим и проповедовал сто раз хотя бы? Сто раз хотя бы? Серьезно? И вы думаете, что вы хорошая почва? Нет, ну стойте, Иисус же сказал. Получил слово, размножил, сто раз вышло. Опаньки. Ладно, снизим планку. 60 раз. Вот 60 раз ты повторил, умножил 60 человек по одному. Ладно, 30 раз. Хотя бы 30 раз. Вы сейчас слушайте внимательно. Не 30 человеком. А 30 раз ты повторил, закрепил все, что тебе Господь говорит. Ты хорошая почва, семя попадает. 30 раз выходит. Есть? Есть некоторые. Архангел Гаврилов, Жуцов, приготовься, будем казнить. Есть. 5 человек. А кто все еще верит, что он добрая почва? Парадокс. От того, что на почве написано. Вот такая у тебя табличка на шее. Вот такая висит. Добрая почва называется. Мы становимся доброй почвой? Ну, надпись же есть. А из-за чего добрая почва становится доброй? Как мы знаем, что она добрая? Иисус говорит, добрая почва хотя бы 30 раз переварит. И хотя бы 30 раз начнет говорить. Вот сегодня вы слышали. Царство Божие, праведность, радость и мир. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Теперь слушайте. Хотя бы 30 раз это откровение насаживать в чью-то голову. Это добрая почва по категории Иисуса. Это минимальная добрая почва. Самое лучшее это 100 раз, если сказал. Вы так на меня смотрите. Боже мой, кто может спастись, да? Идем ниже. Прошлое воскресенье было собрание. Вы хотя бы 30 раз повторили мысль, хотя бы название проповеди? Это вы еще один раз сказали, да? Я имею в виду 30 раз кого-нибудь насаждали. Хорошо. 10 раз. Хорошо. 5 раз, хотя бы 5 раз. Есть несколько 5 раз. 3 раза. Есть несколько человек? Есть несколько человек. 2 раза. 1 раз. Вспомнили название проповеди в течение недели и промолчали. Не вспомнили. Хорошо. Вы все еще считаете, что вы добрая почва? Парадокс. А о чем мы говорим? А мы же всю неделю что-то говорим. Женщины, особенно вы. Говорят психологи, у женщин слов в 2 раза больше, чем у мужчин. У мужчины после обеда кончается. Но не только резерв, слово открывается, когда друган вечером звонит, и все. А о чем мы говорим? И вот здесь он говорит, значит, смотрите. Вот это почва. Слово пришло. Но в голове булыжники сидят. Оно не может... Ну да, это... Как вы скажете? Хорошая проповедь была. Название помнишь? Нет. Ну о чем говорили? Ну что-то говорили классное. Все будет хорошо. Про Бога. Это вот голова в булыжниках. Темы... Даже названия темы нету. Не то, что укоренится. Оно начинает вроде расти. А после обеда в кафе оно уже все, заглохло. Высохло. Солнце вышло на улицу. Припекло. Булыжники нагрелись. Семечка умерла. Вот это почва. Самая интересная. Смотрите, какая красивая прическа. Оно проникло. И человек с радостью принял. Давай скажем с радостью. Согласно Библии написано с радостью принял. Классное слово. Ммм, хорошо. И оно начало прорастать. Но язык вместо того, чтобы раз в тридцать вывести слово наружу, язык начинает... Что там? Обольщение богатство. Слушай, ты где? Где ты? Что ты зарабатываешь? Слушай, где ты? А где работаешь? Сколько зарабатываешь? Ой, да ты что? Так мало. Ерунда. Ты где? А ты что? Все нормально. Сколько денег? Что? О чем говорят люди? Ты где? Где? Где скидка? Где скидка? Скидка где? Ты по скидке... Вот повезло. О чем говорят люди? Послушайте. Ой, какая у тебя кофточка классная. Где взяла? О чем говорят люди? А круто! Я круто! Я вот это сделаю, вот это сделаю, вот это. Я так организую. О чем говорят люди? О чем? О чем разговор? Весело. О чем говорят люди? Вот этот вопрос. О чем рассуждают люди? И он говорит, вот это, смотрите, как Иисус очень четко говорит. Смотрите. Которых заботы века сего. А что такое заботы? Пища, одежда, развлечения, кино, фильм, базар, треп, работы, проекты, концепции, мероприятия, дела. Все. Заботы века сего. Второе. Обольщение богатством. Желание заработать хорошие деньги. И другие пожелания. Давайте скажем, другие пожелания. Они так выросли. Семечко вроде проросло. До рта не дошло. Мысль вроде есть. Я верю, что мы все разумные люди, умные. Вы все грамотные люди. Вы слышите проповедь, и вы можете повторить ее, пересказать, сказать. Проблема в том, что мы это не делаем. Ну или делаем так иногда. Особенно лидируют домашние группы, потому что они должны это сделать. Потому что это долг такой. Я должен повторить. Я хочу быть хорошей почвой. Здесь сидит тысяча человек. Вы знаете, если бы каждый из вас повторил бы сто раз, сто раз повторил бы слово сто раз, наш город бы получил бы стотысячную порцию духовной пищи. Процентов 10, ну чуть меньше 10 процентов города получили бы слово. Или 30 раз. Два раза. И тогда бы 2000 человек помимо нас еще получили бы слово. Как ты думаешь, что с тобой произошло бы, если бы ты вот проповедь о Царстве Божьем взял бы, культивировал, нашел местописание о радости, о мире и праведности, и раз бы сто сказал, что с тобою произошло? Вот с тобой лично, что бы произошло? Ты бы святым стал. Вылавливаете, о чем я говорю? Отвалились бы проблемы, беспокойство было бы после того, как ты сто раз бы говорил о мире Божьем, и местописание из Библии цитировал, и вспоминал, раз бы сто сказал, у тебя бы мир Божий в жизни был. Радость бы текла рекую. Праведность была бы настоящая, если бы хотя бы сто раз, пятьдесят раз. Я когда посмотрел, сказал, Господи Божий, мы вот все смотрим, мы все понимаем. Иисус говорит, если вы этого не понимаете, вот этого, вообще, что вы можете понять? Вот это самая важная притча, он говорит, главная притча. Размножение. Не размножение финансов, не размножение возможностей, не размножение связей, а размножение его слова. Он смотрит на тебя, как на культиватор, как ты берешь ДНК неба, Божье Слово, вторгаешь себя и размножаешь. Видите, как вирусы. Вот кто-нибудь чихнул, ты вирус получил, там через нос, через ухо, через глаз, он залез в тебя внутрь. И первое, что он начинает размножаться, ищет себе жену. Если он нашел себе жену внутри твоего тела, он начинает там, семья, миллион детей, два миллиона, и тогда ты начинаешь гореть. Температура, жар, организм сопротивляется. Но если Божье Слово попадает, мы должны стимулировать размножение Божьего Слова. Наша жизнь изменится, огонь неба придет. Слава Божия и Дух Божий. Согласны со мной, драгоценные? Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод, было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников приносят для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики, люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир, телеканал СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы, у нас нет заграничных американских хозяев, у нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синол, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал Синол это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СиЭнел. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СиЭнел помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Продолжение следует... Продолжение следует...